Всем привет! С вами Лак и Бани. Сегодня мы будем стримить замечательный турнир. Воскресенье, Invite Fast Cup. Прошу прощения, Invite турнир, который сделала команда Гарена. И сегодня у нас первый матч топ-2 команды СНГ SWAG против топ-1 EU команды BatMonkeyGaming. И для начала я хочу вам представить составы команд SWAG, NIS, LEE, SEMI, MAUSE, TENDI. Команда BMG. Это Ханскин, Фузи, СуперКГЕ, Селкит и Джохансо Фан. И на данный момент мы смотрим фазу пика. Фаза бана уже прошла, команда забанили в RatchetHack, артиллерии Bubbles and Parasite. И сразу ферст пик. Офелия и Инженер. Дальше мы пикаем у нас Rhapsody и Moon Queen. Пообщавшись недавно с капитаном команды SWAG, с Василием Нисом, он сказал, что у них есть небольшая заготовочка, которая нас приятно удивит. Ну и сейчас посмотрим, что же нам покажет команда SWAG. На данный момент проходят еще две игры в данном турнирчике, где играет также приглашенная европейская команда. Они сейчас являются топ-7 мирового рейтинга, даже не мирового, европейского рейтинга. Это Sweet Like Ice. Они на данный момент играют с командой Mecha. Также сейчас проходит Cats vs Eats. Ну а мы пока смотрим WAG vs BMJ. Игра сразу будет проходить Best of 3 или... Это будет первая игра Best of 1. Следующая будет Best of 3. Ну что мы видим? Классическое... То, что сейчас на Инте используют часто Rhapsody. Забыли, как говорили уже про этих саппортов, как MOA Engineer. И очень, мне кажется, крутой саппорт. Я думаю, сегодня мы увидим очень крутые сейвы от этого героя. Я тоже так думаю. Стандартный тоже пик на Инте это либо Темпес, либо Кипер. Да. Если они не в бане, они по-любому будут. Мы уже вот наблюдаем два супергероя, при которых игра уже автоматически должна играться до конца. У Хеллборна это Moon Queen, которая в лейте всегда может надавать по щам. И надо играть до конца с Moon Queen. И Темпес, с которым можно всегда перевернуть любую игру. Скажу по секрету... То есть, вот эти два героя вдвоем даже могут просто убить всех. Это точно. Скажу по секрету, слаги не собираются играть в лейт. Да, они собираются пушить, явно. Но не знаю, удастся ли это. Если сейчас будет какой-нибудь пикнуть пиро, плюс еще какой-нибудь анти-пуш, то я думаю, им будет очень это сложно сделать. Давай сразу посмотрим дальше запреты, какие происходят. Это Прессионер, Пестилент, Гаунтлет, Варбист, Мастер оф Армс и Флюкс. О! Я так понимаю, капитан команды BMJ немножко просек вот эту темку. Ну да. Посмотрел последние игры. Команды SWAG. Мам их. Ну, видно, немножко бомбануло у Нисса, потому что... Нисса не ожидал. Да, Прессионера забанили, потому что и Флакс. Флакс это в первую очередь, потому что там АС тяжко, и под Инженера всегда неприятно. Плюс Прессионер, конечно, это хуки неприятные. Очень неприятные хуки, которые могут сбивать в любом состоянии ульты темпеста. Да, с темп. Я думаю, сейчас будет какой-нибудь Магмус. Ну, я думаю, может, еще Бальфагор будет для Пуша. Ну, это немножко... Скорее всего, Пуша и не будет. Это просто стандартный трейн пик. Идет у... У SWAGов. То есть, вот Тенди, наверное, просит Торта. Будет как-то пытаться выформиться у Торта на Эзилейне. А там будет трейнищи. Ну, мид будет. Магмус плюс Инженер. Скорее всего. Девауэр. Ух ты. Очень мне нравится пик. Всегда интересные игры с Девауэром. Особенно от Инт Команд. Я надеюсь, это ж не Гарена Стал 1500 будет хуки, а явно про-игроки интернационала. С нами топ-1 все-таки EU. Так что я ожидаю, что игра будет очень занимательная, очень интересная. Ну да, Балфагор. Да, как я и говорил, скорее всего. Сейчас будет что-то в виде пирамансера, наверное, пикнуто. Что-то от пуш. Нужно от пуш. Не удивлюсь, если это будет даже соулстиллер какой-нибудь. Да, посмотрим. Хотя соулстиллер это такое, он очень мало жить здесь будет. Но против Балфагора он очень классно, конечно, отпушивает своими скиллами. И вот подзадумались немножко. Ну они понимают. Пуш. Да, вот видишь, даже предлагаю второго керри. В принципе, наверное, сейчас более такой менталитет стал в Хоне ближе, что как и в Хоне. Не боятся люди пикать по три керри, по два керри. Всегда, чтобы затянуть игру, выформить. Потому что, конечно, выформлены два-три керри в лейте лучше, чем ноль, как в данный момент у Легиона или один какой-нибудь. Но тут, по сути, такая будет тема. Дэва хукает кого-нибудь, делают минус один, и пуш сразу тормозится. В принципе, такая. Я думаю, такая будет раскладка у BMG. Кстати, недавно прочитал то, что ру-комьюнити BMG называют бомжиками. Ну, а я по-моему, так считаются бомжи. Да, просто бомжи. Топ-1 бомжи против свагов. Посмотрим, кто кого победит. Ну, конечно, интересно, тендин на Балфагоре или что-то такое. Да, мне кажется, что... Нет. Тортия, скорее всего. А хотя... Ну, да, Сэмми должен свапнуться с Маусом, по идее. Я даже не понимаю, если это Маус или Сник. Я так же не знаю. Ну, сейчас посмотрим последний лаз-пик. Мидас. Отличное решение. Да, очень неплохо. Это и хардлейн, и плюс это отличный отпуш. Он даже сказал, попали прямо в десятку данным пиком. Да, гадали, гадали. Никаких пиромантеров правильно. Все, Мидас. И, в самом деле, знаешь, если первые 15... Даже первые минут 10 я вот ничего такого активного не увижу. Там, если минус 4 таура, а то и больше от Легиона, то я им даже на них ставить просто там 10% на их победу. Если до 15-й минуты не будет консида, то ГГВП. Да. Мунка всех разорвет. Ну, ульта от Бальфагора, она всегда была имба. Поэтому посмотрим. Какие расстановки лайна, как думаешь, будет. Я думаю, то, что Магмус с Инженером... Ну, торт будет, это по-любому, потому что... Хотя Тенди все-таки на Бальфагоре. Ну, ты смотри, сразу побежали пятером. Может, это будет, знаешь, такая... С первых минут начнут пушить. Поднимать денежку там, аппотек. Почему не взять? Вы как-то не побоялись, что ли, взять там, чтобы по себе кэри? Чтобы в лейт бояться затягивать игру, наверное. Потому что понимаешь, что оппонент сильнее их, что ли, в тактике или в расстановке. Поэтому взяли какой-то непонятный трейн-пик. Явно с невыходом на лейт. Честно говоря. Посмотрим, что будет, что из этого выплывет. Я просто, вот, по данным расстановкам, пока слаги не уходят, я думаю, скорее всего... Выблочили себе спот. Обратите внимание. Чего-то они боятся, что... Команда BadMonkeyGaming. Смотри, синий вард прям сразу, моментально. Ну, не хотят, чтобы Мунку все-таки гангали. Они все-таки надеются, что... Будет у них трипла на топе через Офелию. Все возможно. Ну, тут видишь, топ-1 Интернешнл не хочет ПБ и Гангли. Обратите внимание, темпост идет с одной маной в лес. Сейчас посмотрим, как качается Интернационал. Да, я уже так же заметил. Темпосты с одной маной. С одной маной и с одним... Ну, я думаю, этой одной маной ему хватит, чтобы купить боттл. Это будет темпост с боттлом, мне кажется, который будет чекать постоянно топ-руну. Что-то в виде этого. Скорее всего, так и будет. Потому что на Аркану вряд ли. На топе, обрати внимание, вообще никого просто нет. Они решили не выходить. То есть, Мунка будет просто на фрифарме. Я бы сказал так. Затроллили. Затроллили наши слаги. Команду БМЖ. Не знаю, хорошо ли это. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, фармящий Балфагор и что фармящий. Это не фармящий, не КД, никто в лейте что-то может сделать. Не Паппит, Мастер. Что здесь фармящий Балфагор будет делать в итоге? Против полностью фрифармящей Мунки. Тем более, вот здесь Мидас добил крепочка. Получил экспы. Торт не прям что-то активное, мы видим. Просто прогоняет. Мидас вообще себя хорошо чувствует. Он спокойненько стоит. Да, вот я, конечно говоря, не пойму, действует. Здесь, по идее, если ты стоишь на линии с оппортом один-дин, ты вообще должен не дать пацану, чтобы он подходил. Первый левел он должен быть, по сути. Вот, пошел торт. Мидас сразу отпрыгивает. Ну, все-таки, сразу спалили вард от Ли. Но Магмус Инженера достаточно сильная. Дабл. Не будет здесь все у Ботла. Здесь поднес себе Ман и Темпест. Третий левел на второй минуте. Все как обычно, стандартно. Нет, тут все, видишь, по стандарту идет. Тут уже Дева начинает баковать. А, все-таки, немножко отогнали Мидаса. Ну, Мидас второй левел. Также, по вторым левелам Тенди. Да, Дева достаточно неплохо. Чувствую мисс Кеги от Ниса. Я думаю, стоит ждать какой-нибудь красивого хука на миде. Я вот пытаюсь как раз смотреть, что же будет на миде. Так, тут у нас Саня отгребает от Лучника и Мидаса. Да, Мидас так-то гоняет. Очень сильно линию пробошли, видимо, хотят пушить. Хотя нет, не хотят пушить. Своих крипов добивают. Мидас тут уйдет. Его бить достаточно сложно. Если как-то не подловить его. Ну, по крипочкам Мунка явный лидер. Потом Темпест. Да, Мунка вообще полностью на супер фрифарме стоит. Я не знаю, не наблюдал за ней. Сколько патчик прошло, сейчас посмотрим. 21 крипа, 4 крипа, 8. А смотри, Мунка колечко не переключила. Значит, тоже будет подпушивать Тауэр. Чтобы по фасту денежки накапали. Но тут Мидас контролит крипов. Не дает дамажить вышку. Да, Мидас 3-й левел. И что мы наблюдаем? Темпест, который сейчас уже скоро будет 5-й левел против 3-го. Пытаются убить Рапсодию. Я думаю, не получится. И это не получится. И теперь мы увидим, возможно, смерть Магмуса. Да, прощай, Магмус. До свидания, Пашка. ПП от Слкида. Да, но здесь размен. Хорошая кега от Ниса. На Рапсодию. Нискрасавчик. Да, но все-таки разменять Магмуса плюс ФБ на Рапсодию, конечно, это очень плохо. Так, ну что, что есть? Здесь есть въезд по Мидасу. И есть танчик, и должен быть килл. Отличный килл. Молодцы. Ну еще 2-1. И смотри, все равно, явное преимущество из-за Темпеста. 1к голды на 4-й минуте. Да, конечно, Темпест твой фрифармит просто дико. Он сейчас там будет идти левел в минуту, и просто Офелия никогда не сравнится с ним. Надо выходить уже на 5-м левеле, конечно, пушить. Почти 400 гпм у Мунки. Вот так вот, просто стоя на лайне. 400 гпм. Ну вот 5-й взял свой Темпест, когда Офелия только 4-й. Уже сейчас будет еще один хук. Нет, не получилось. Ну и Темпест 5-й левел, а сейчас, я думаю, в ближайшее время они будут выходить и пушить мид. Либо запушат. А тут уже Мунка почти разобралась на топе с вышкой. Да, правильно, она тоже пушит, но понимает, что надо контрпушить ей. А на боте сваги пока ничего не сделали. Особо вышка не коцаная. Даже не царапанная. Мисс Ком снова. Супер какие. Так, танчик по Дева. Ну тут, блин, из-за таких ездов они сами могут отъехать. Да, они сами умирают. Сейчас Магмус отъедет. Ох, да, Магмус просто отъезжает. Сейчас еще и занизу. Им просто нельзя въезжать. Ой, и Темпест бежит. Стан. Еще одна монет. И хук. И отличный хук. Да, отличный скилл показывает топ-1 команда. Он просто по красоте. Просто здесь нельзя въезжать. В кого въезжать? В Деваура? Да, и в это... Если они въезжают и не убивают, все. Они остаются там. Сами. Мунка запушила. Отлично. Пятая минута, 55 секунда, минус товар. И 3000 преимущества. Через что у нас Мунка кончается? Ну, через бим. Дартика, я думал, может она все-таки мультистрайк там скачала. Нет, статартные. А тут Мидаса сбивают. Мидас уходит спокойно. Да, Мидас с баночкой. Что мы видим? Пуш лейн, который взяли. Пуш страта. Просто не пропушено ничего. А пропушено наоборот. Вот, я думаю, сейчас Офелия двух крепочков забрала и будут выходить пушить. Да, здесь уже подошла Рапсодия 5 левел. Но тут к тому времени Мунка, мне кажется. Которая диска поля, обрати внимание, на 3. То есть парни понимают то, что не надо им здесь там гангой, да, там. То есть Рапсодия с первым скиллом на 3, которая будет. Да, у меня на плюс 1 будет больше. А понимают люди то, что диска поля, она хорошо отдефает, плюс хил дает. И поэтому прокачал он второй скилл на 3. Да, это точно. Ну и тем более, Магнус делает подкат. Энджи подбегает также давать кегу. Ну, Магнус просто не выживает. И что мы видим? Магнуса с 200 гпм просто против ДО, которого уже 330 гпм. Ну тут, видишь, должен был быть флюкс, я так сразу понимаю. Сейчас будет отпушивание. Нет, все-таки Тавр, я думаю, сбреют. Очень много дамаги. Тут у нас Мунка уже 50, даже 60% Тавр разбрила. Да, здесь Мунка, по крайней мере, там что-то дамажит. Смотри, вот ребята спокойненько сейчас разбомбили всех крипов у команды SWAG. Да? Вдвоем. Куда они отпушат вдвоем? А тут Супер КГЯ. Их муа, ничего, просто. А здесь просто Мунка на фрифарме, что они с ней хотят делать? Я просто не понимаю. Здесь будет просто... Супер КГЯ там, все хукает. Даже элементарно здесь будет просто файрбренд и шрамка. Все, ее уже никто не остановит. Так, так, так. Будет ульта. 99 зарядов от Польфагора. Они от его. Телепортируют. Улетай. Ну и Мунка допушивает Т2. Телепортируют. Телепортируют. Телепортируют спокойно допушит Т2. Давай, посмотрим ГПМ. 520 ГПМ. Ой, тут инженеры еще поймали. Телепортируют. Привет, инженер. В общем, вот такие вот дела. Мне кажется, SWAG сейчас полная деморализация. Они потеряны и не знают вообще, что делать. Мне кажется, они играют уже на расслабоне. Типа, ну, не выиграли топ-1 интернешнл. Почему бы и нет? Можно дальше играть. Они выиграли, почему? Потому что пикнули. Тебе, нет, просто полная. Полный юзер, полный отстой пикнули. На что они надеялись? О, Маслуса. Запушить. Опа, Дево, Дево, Дево убивают. Ну, убили Дево, молодцы. И у нас 6000 преимущества у БМЖ. Не банить темпеста, темпеста отдать. Когда на темпест, мне кажется, сюда или забираю, или баню. Мунка в нагляк уже на Т3 пошла. Я так понял, тут уже SWAG просто устраивает какой-то мид варс, бот варс. Мунка себя сама, сама себя царь. Что там у нас по стакам? Обрати внимание, пуш пик 3 таура целая, девятая минута. Это просто... Вот первый таур сейчас подел. Да, и сейчас Бальтфагор. Балтфагор и Балтфагор, конечно, сейчас умирает, да. Прощаемся с Балтфагором. Но я думаю, успеем взорвать. А смысл, что ему взорвать? Он взорвал. Хоть он неплохо продамажил Мидасон, но Мидас до первой скилл морозит, Балтфагор и прощай Балтфагор. Опа. Здесь сейчас миньончик. Сейчас они не за гринку заберут. Заберут, заберут, заберут. А, ну тут уже на перерез пошли, товарищи. Да, Магмус идет и все-таки настигнет, конечно, Монквино. О, господи, какой стан от Ли. Мистаном. Тут уже ТП от Тарта. А, все равно заберут, но это просто... Ну, говорю, на расслабончике катают в кончик. Это даже не расслабончик, это вообще непонятно что. Ну, не знаю. Ну, а как бы ты постарался играть с командой, которая, ну... Ну, команда топ-1, и что? Это ж... Просто-просто... Сейчас такие же люди, да? Они, конечно, там, у них там супер сыграно, там, у них, может, там, скилл больше, но это же не значит, что против них нельзя играть. Почему не пикнуть нормальный, какой-нибудь через кэрри, попытаться своего кэрри выформить? Значит, я думаю... Взять в лес что-нибудь нормально, а не вот это... Темпоста забанить или самим забрать. Знаешь, я так предполагаю, что, ну, допустим, взяли команда свой именно любимый пик своего кэрри, и взяли и проиграли. Это, допустим, страда вот апокалипсса, доминатор, да? Хороший путь. Давай сюда, Бл, Погор, и темпы сейчас троих закрутят. Крутят одного. Ох, сбили рапсу, и троих, иду, ну, здесь, Мидас. Ой, какой вольный прокаст. Все было замечательно. Не удался, Кук. Тут минус на страйдерах бежит сейчас. Не будет настигать торта. Ну и 4-9, 8к преимущество по Галде и 9к по Экспе. Пуш не удался. Вообще не удалось ничего. Просто. Так что... Не пуш, ничего. Просто вообще нет ничего. Уважаемые зрители, против топ-1 интернешнала не пушьте. Да вообще пушь, смысл? Не рассказали историю, когда, ну, вот, как мы все знаем, доминатор, апокалипсс, они в основном берут Балфагора, пуша, да? Так что им сказали? Хороший вес, песнюю тульту. Магму, сульту раскатывает, не раскатал. Так, убивают темписта. Убили темписта. Нет, темпист убежал. Убили, давал его. Опа, и Мунку еще сейчас заберут. Да, еще заберут. Ну, в принципе, неплохо. Но здесь в это время... Забрали Офеля. Разобрал Сарапсодиофелию. Забрали Мунку, конечно. Сейчас я не могу подкат. И очень неплохо сейчас подрались, конечно. Да, 1-4. Отыграли 1-к головы. Да, но... Поможет ли он, не знаю. 2-тысячи есть у Балфагора. Что же это будет? Булварк или Шаман? Шаманка. Дева побежал. Опа. Все скиллы отдали сейчас. Да, все скиллы, да. Сейчас будет Дева. Он не будет кушать, он просто заберут. Они в тенде. Знаешь, как размениваются вот так. Пошли одни, затренили, убили. Потом пошли другие, затренили, убили. Ну, сейчас ульты откатятся. Оп, пойдут этого Конга забирать. Да. Ну, я думаю, пора заканчивать для БМЖ эту игру. Они понимают полную у них доминацию. Да, они чувствуют свое преимущество. И сейчас будет Конгар и... Прощай. А, так, сваки хорошо видят всю вот эту терку. Ну, тут Арабса подставляется, идет, отгоняет Магмуса. Да, здесь нет пока у Магмуса, что он хочет отдаться по этих... Все. В Блоке Лиджи. Вперед Тенде. Ну, я думаю, сильно надолго он не продлитому жизнь, конечно. Конечно, конечно. Ну, сейчас, я думаю, будет еще один заход на МИД. Да, сейчас будет спушен МИД, потом БОД и все. Так, так, так. Не будет киллдева. Обрати внимание, где ставит вард. Да, я... И он не ставит стандартно на верх, чтобы его не сняли. Он ставит в таком месте интересном, чтобы стоял и видел. Обратил на это внимание. Ну, и... Кто парни собирается сейчас выфармливать? Темпест. Темпест. Темпест Мека, Арканка. Боязы. Опять Магмуса. И не отпускает Магмуса. Хорошая ульта. Тебя просто крутит, Мидос проказ дает и просто... Просто разрывает. И тут Рапсодия прямо под ульту. Больфагора дает свою ульту. Больфагора дает свою ульту. И в ульту просто дамажит чуть-чуть. Не, чуть-чуть прилично. Рапсодию. И это будет минус 5. Хорошая ульта дэва. Отличный хук дэва у нас сегодня радует. Супер КГЕ. Просто меткий дэва. Да, игра в ноль идет. Абсолютно разрыв. К сожалению, нашей команды. Ну, я так понимаю, что это просто была несерьезная игра. Посмотрим, что будет дальше. Я не ставил, конечно, прям 100% там на каких-то... Ну, я ожидал просто игру какую-то. Ну, не как равно, знаешь, как хотя бы 60 на там... На 40 там. 65 там на 35. Что-нибудь вот такое. Не 65... Ну, короче, что-то поинтереснее я ожидал. Посмотрим, что будет дальше. Надо посмотреть, как у нас сыграла Мека. Против Sweet Like Ice. И они... Что играют? Нет. И уже не играют. Неужели там то же самое? По крайней мере, я не увидел, что... А, не, Мурайна играет. Посмотрим. Ну и... Мека пока выигрывает. 5-3. Ну, тут пока у нас сыгра в одни ворота, не даст сразу Hellflower фармит. Не давать вообще ничего сделать либо для Офелии, либо для Больфагора. Больфагор начал быковать и получил сайленс. Да, здесь плюс маны реген, плюс скорость атаки. Да, очень круто. Так, тут Дева. Сейчас встретится со стартом. Нет. Не запалил. Ну, смотри, сейчас обходят, а Больф перерезает для Дева. Вот. А тут еще и Мидас. Магмус рассказывает ульту, ему избивает Дева в ульту. Дева надо забирать. Здесь подходит, Темпест дает неплохой хил, но все равно это не спасает Дева. У Магмуса просто очень мало хп, хороший стан Магмуса. Дает ульту, Магмус выживает, но тут... Здесь Рапсодия хорошо сейвит просто ультой. Но Рапсодию надо забирать и Темпеста, конечно. Но не сможет это сделать. Нет, тут Мунка со всеми разберется. Да, Мунка нарезает просто. Потом не хайстрик, выжил один инженер. Ты, наверное, знаешь, как начался файт, и все такие. Каждый сам за себя побежали. Угу. Пыталась Офелия кого-то засейвить, но не получилось. Так что, ГГБП. По ГПМу к 600 поднимается у нас Мунка. 492 у нас у Темпеста. В общем, все за 300. Также Рапсодия. 299. А из-за Легиона только СВАГи. Из-за УСВАГов Ольфагор имеет 311. Да. Просто просили дико. Не знаю, парни решили нас поразвлекать, а не консидят. До конца гейминг показывает, за что им огромное спасибо. Рапсодия уже давно с гемом носится, разварживает. Но тут особо... Нет, сейчас все-таки спалят. Варта Цеми. Еще и Магнусу. Мунка настучит по голове, но не убьет. Все-таки стоит ожидать, наверное, каких-то интересных... Интересной игры от Котов. Скорее всего, БМЖ с нашими бомжиками, да? Да-да-да. Как многие, наверное, уже и делают ставку, что будут... Эти две команды в финале встречаться. И думаю, вот только там... Будет какой-то экшен. Так, следующую игру нас будут приглашать на... Кэтс ВС Парамека против Асфит Лайк Айс. Посмотрим, кто будет играть. Так, тут... Элю не забрали. Есть въезд по Мидосу. Хороший хук от Эла. Да, есть хук от Эла. Не спасает улита, конечно, Афелия. Уже ничего, она особо не хилит. А тут еще и Дева продолжает дайвить арта. Магмус раскатывает ульту. Неплохой ульт. Стан по двоим. И в оба на лоу-пп нет. Ульт вообще отличный. И Мидаса еще забрали. Забрали двоих. Неплохо. Разменялись 2 на 2. Когда файтились 4 на 2. Ну и... Хотя бы это... Ну, Магмус приобрел, наконец-то, свой портал кейсу. И стал помобильнее. И стал попадать хорошо станами, конечно. Мунька 600. Мунька 600 гпм, да. Это уже геометр бейн. Я думаю, сейчас дождутся кангоры и пойдут уже допушат. Ну, может вообще допушат. Конечно, шранкенхеда еще нету. Но я думаю, уже сейчас будет скоро шранкенхед у Муньки. Буквально 2 минуты шранкенхед. И это будет конец игры. Тут отдают. Т2 нет, не отдают. ТП идет. От Муньки. Я думаю, отдадут все-таки уже сами на расслабоне. В смысле отдавать, если там просто столько фарма. Мунька делает АП, это все, отпушивает. И просто вот сейчас через автоатаку она идет. Да. Но Муньку сейчас особо никто остановить не сможет. Даже из-за... Если сейчас поймать пятером, конечно, он убьет. И то, мне кажется, она может одного заберет с собой. Или двух каких-нибудь суппортов. Конечно, Мунька на энергайзере. Все-таки будет мансить нормально так. Разведет на иллюзии. Драйзер, конечно, плюс геометр Сбейн, это 429 муф спиды. Так, Мидас у нас уже с халфлавером. Тут уже, знаешь, такой... Минипап начинается. Здесь уже простая конец игры, начинается все. Сейчас Опа, Дэва опять идет. Торта, торта, видят хук мимо. Обрати внимание на варды команды БМГ. Они не ставят стандартные варды прямо посередине, где Сами. Смотри, Сами поставил вард и просто не видит, насколько уже просто люди просчитаны и опыт какой. Вот вард от Сами, он не видит варда от Селкида. Да-да-да, это я уже заметил. Эти варды уже... Просто варды, они настолько вот это вот знают, куда ставят контр-варды уже другие команды. Поэтому просто там буквально сантиметры ставят влево-вправо и просто контр-варды не видят. Ну, топ-1 на то и топ-1, чтобы показывать мастер-класс. Помню еще в то время, когда я играл в команде МЕКа, мы также попали на такой турнирчик, где нашими оппонентами как раз и оказались Леоны. Нынешняя команда БМГ. Вот, и на 13-й минуте счет в нашу пользу был где-то 8-2 или 8-1. Но на 16-й минуте у нас было минус две стороны. Как шароводит Tempest в лесу, сколько крипов здесь задействовано. Разбирает Мидаса. Пятером на Мидасах. Ну, небольшая потеря. Да, и кстати, хочу заметить, что у Леонов всегда Tempest. Вот сколько мы играли против них, у них Tempest был всегда. Ну, когда мы его не банили. Да, Tempest крутой герой. Его здесь, понятно, либо бань, либо бери. Тут два героя таких, Кипер и Темpest. Кипер и Темpest, да. Если они не улетают в бан, вот почему, наверное, ферст-баны сейчас на Инте. Ну, и не наверное, 100% бани от Моа и Инженера. Да, потому что им пофиг вообще на этих Инженера и Моа. Как Паша Ли сам и говорил, они уже вышли из мода. Да, тут просто сейчас Tempest еще. Есть въезд по Tempest небольшой, но здесь толку нету. Магнус раскатывает тут. Сейчас будет крутить Tempest, крутит всю эту... Хорошая стала от Тенди. Но тут плохая ульта, но не хватает дамага, все равно Tempest поживает. Да, тут Тенди просто не сможет разобрать всю эту пачку. Да, здесь Мунка просто все нарезала. Вот здесь есть хиллоуд мида со вторым скиллом. Это просто геноссайд. Тут два отличных хила, как о Трапсодии, так... Принимание, 23-я минута, 27 тысяч голды. Больше 1100 голды в минуту. Где-то... Все места у нас подходит Мунка. В общем, здесь... Сейчас все-таки допушат уже медлайн. Пойдут, скорее всего, заберут Конгора и допушат еще двейлайны. Нет, здесь, мне кажется, будет просто финиш сейчас. Он может и не финиш. Да, наши пацаны будут огрызаться. Гурон, тут не такие игроки, которые консилируют на 15-е минуте. Давай на расслабончике покатаемся, посмеемся. Думаю, у них там в скайпе шутки шутками идут. Сейчас вот Маус бежит такой, пацаны, сейчас. Давайте я попадусь на фуг. Да, попался на фуг. И умер. Ну и тут Мунка тупо вручную сейчас всех разберет. Ну, да. Да, просто улетай и она. И минус 5. И ГГВП. Сразу троллинг от Ниса. Это было too easy. Субтитры сделал DimaTorzok